приветствую знаете в чем главная ошибка российских пропагандистов всех этих соловьевых скобеевых симонян и иже с ними они так пыжатся и надувают щеки думая что являются кем-то значимым сегодняшней россии что просто путают берега им почему-то кажется что они формируют повестку этого времени и играют одну партию с кремлем какая глупая самоубийственная иллюзия главная ошибка российских пропагандистов в том что они все еще думают что они важны получение ими почетных медалек в кремле из рук пыни вводит их в еще большее заблуждение ну а как же сам папа побрякушку на грудь повесил уважает вот только лицо бункерного фюрера при награждении например пропагандистки симонян говорила совсем о другом это какая-то брезгливость что ли там в ряду награжденных еще были гауляйтеры присоединенных территорий всякие душилины пренебрежительного отношения к этим деятелям в кремле по моему давно никто не скрывает и вот тут же рядом с ними награждают симонян и иже с ней компания для пропагандистов такая себе согласитесь и это совсем не случайно до 24 февраля 2022 года власти россии имели четкие планы а пропагандисты получали подробные темники на недели и месяцы вперед но сегодня все рухнуло планов никто не знает потому что их нет в данную секунду даже шойгу министр обороны россии вообще не в курсе какую задачу поставит ему бункерный фюрер через пять минут та же ситуация и со всеми ветвями власти никто ничего не знает все решает один человек на букву п но почему же тогда российские пропагандисты в своих никчемных эфирах рассуждая о судьбах мира всегда говорят мы ставя себя на одну ступень с хозяином кремля мы ударим по вашингтону мы уничтожим украину мы захватим киев да ничего вы не захватите вы уже даже аудиторию захватить не можете социология говорит о том что зрительский охват всех этих российских пропагандистских помоек неуклонно снижается но неужели все эти соловьевы скобеевы симонян и правда думают что важны когда с пеной урта доказывают правоту очередных путинских решений по уничтожению украины оправдывая войну и мобилизацию российские пропагандисты правда не догадываются что они наравне с мобиками являются таким же точно пушечным мясом расходным материалом после начала войны их деятельность почти совершенно бессмысленно я поясню отлаженная за 20 лет репрессивная кремлевская машина работает лучше всякой пропаганды россиянина уже не нужно ни в чем убеждать или поддерживать в нем правильные убеждения все уже произошло третий рейх уже кристаллизовался в своем самом идеально чудовищном виде страх и безнадега в среде глубинного российского народа вытеснены верой в исключительность русского пути и ненавистью ко всему инородному так что здравствуй национал социализм слава великому путину и великой германии по россии слушайте но серьезно видно ведь что методичек уже никто пропагандистам не раздает изгаляются они кто во что гораст вылизывая бункерному фюреру пятую точку каждый из пропагандистов действует на свой страх и риск и мы видим как многих российских военкоров и журналистов без сожаления пускают в утиль собственные же власти нынешние пропагандисты это расходный материал который легко заменяется первокурсниками любых профильных московских вузов напомню что в северной корее по пути которой неуклонно движется россия нет никаких лидеров общественного мнения журналистов блогеров и пропагандистов а есть только лишь банальные дикторы новостей следующий шаг кремля будет знаете какой несмотря на военный проигрыш в украине заявить что цели специальной военной операции выполнены и россия победила помните как северокорейцам объявили о том что они выиграли чемпионат мира по футболу ну вот интересно будет потом посмотреть на всех этих соловьевых скобеевых симонян и спросить а шо с лицом черноротые это конечно если будет к этому времени у кого спрашивать потому как мало ли кого из пропагандистов могут окунуть с головой в золотые кремлевские унитазы конечно можно сказать а кого волнует судьба этих моральных банкротов и если смысл вообще говорить о российских пропагандистах и рассуждать об их незавидной судьбе смысл безусловно есть ведь все эти прошедшие я надеюсь последние годы а то и месяцы или дни правления бункерного фюрера именно пропагандисты отыгрывали одну из ключевых ролей в становлении этой мерзопакостной личности в качестве президента россии это же именно они глубочайшим образом внедрили в головы россиян до чего греха таить и в умы западного мира тоже тезис о том что путлер это россия а россия это путлер и в рф и в мире многие всерьез думают что россии без путина не будет в сознании россиян это связано с чувством самосохранения и страхом перед неопределенностью потому что им 20 лет из каждого утюга задавался вопрос если не владимир владимирович то кто понятно что и сам владимирович без дела не сидел планомерно устраняя конкурентов я например уверен что немалое количество россиян в свое время не прочь было бы увидеть в качестве президента рф бориса ефимыча немцова что касается западного мира то опасения о россии без путлера связаны прежде всего с тем что никто не хочет гражданской войны в 140 миллионной стране обладающей ядерным оружием именно поэтому украинское контрнаступление придерживается ограничением поставки вооружений запад явно хочет какой-то нежной смены власти в кремле или мягкой завуалированной капитуляции россии с сохранением москвой лица это я думаю очевидно всем и вот на этих убеждениях работает сегодня вся и мировая политика и внутренняя политика россии убеждения на мой взгляд ошибочные запад ошибается как ошибался в том что киев падет за несколько дней как ошибался и в 1991 когда джордж буш старший прилетал в киев убеждать верховную раду отказаться от разрыва с москвой как американцы признавали позже для них не было очевидно что напичканный ядерным оружием советский союз распадется достаточно мирно они ошибались тогда и ошибаются сейчас как ошибаются сейчас и россияне не видящие будущего своей страны без бункерного фюрера россияне мне напоминают жертв домашнего насилия ведь президент рф это типичный абьюзер вернее не совсем типичные он же ведь не злоупотребляет алкоголем вроде бы хотя если бы прибухивал это в россии было бы скорее благодетелью нежели пороком но от этого насильника нужно избавляться как и от иллюзий что на нем все держится перемены в рф давно назрели но россияне к сожалению пока занимаются самоуспокоением и вряд ли хотят что-то менять а как говорится если ты долго ничего не предпринимаешь для перемен то перемены сами возьмут тебя за ноги и потащат лицом по щебенке а все это я к чему в озвученном глобальном порядке вещей в его формировании огромную если не сказать основную роль сыграли именно пропагандисты и конечно же несмотря на свою вторичность ведь они всего лишь инструмент пропагандисты важны были важны до 2022 года но то что происходит в этой сфере именно сейчас похоже на какой-то фиговый покер ведь все топовые пропагандисты россии решили пойти ва-банк и разделить судьбу нет ни родины они решили разделить судьбу своего кремлевского патрона который вообще-то при всеобщем шухере точно не возьмет в свой самолет в венесуэлу ни соловьева ни скобееву не с симонян не иже с ними но почему же тогда пропагандисты никак не залепят свои варежки то ли из-за страха то ли из-за глупости то ли все-таки из-за азарта а вдруг все выгорит многим из них стоило бы слиться спрятаться затаиться в надежде на то что как-то все забудется и в новой россии будет для них в будущем какое-нибудь тепленькое местечко но нет они продолжают надувать щеки и пыжиться считая что за ними сила и правда и что они все еще важны какая глупая самоубийственная иллюзия спасибо друзья подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик чтобы не пропускать новые видео поддерживайте нас на патреона это помогает авторам развивать проект пользуйтесь новой функцией ютуба спонсорство также напоминаю что мы есть телеграме и твиттере присоединяйтесь всем украинцам скорейшей победы украинцам скорейшей победы а Редактор субтитров А.Семкин